Жужжание пчел для Татьяны Саенко лучше всякой песни, ведь она потомственный пчеловод. В детстве наблюдала за тем, как родители трудились на пасеке. Позже простое увлечение стало делом жизни. Татьяна говорит, занятие сложное, но интересное. У нас пасека адаптированная под большие объемы, под большие сборы. Все семьи у нас на прицепах стоят. Прицепы перемещаются, естественно, под разные медосборы. Липа, гречка, доник, подсолнечник, все, что есть у нас в области. Привозим пчел, собираем, потом устанавливаем медогонки, срезальные машины, откачиваем, собираем пасеку, переезжаем на следующий медосбор. Пчелиный улей – это не просто деревянный короб с насекомыми и медом. Это целое государство, где полосатые граждане живут по своим строгим законам. У них есть своя полиция, армия, ясли, бюро разведки и даже служба наказания для лентяев. В составе каждой такой семьи есть матка, несколько сотен трудней и десятки тысяч пчел. И все они заняты общим делом. Опытный пчеловод знает – на пасеке без специальной одежды не обойтись. Костюм укротителя пчел обычно состоит из куртки, брюк и широкополой шляпы с сеткой. Если вдруг полосатые труженицы окажутся не в духе, такая экипировка защитит от укусов насекомых. Однако это только половина дела. У пчелы забот немало. Только утром солнце встало, а она уже в трудах. Собирает сок в цветах. Ну а мы пришли для того, чтобы собрать то, над чем пчелиная семья так долго и упорно трудилась. Однако торопиться не стоит. Для того, чтобы усмирить насекомых, используем специальный инструмент – дымарь. Правильным считается мед выдержанный, зрелый. Как только пчелы доводят продукт до необходимого состояния, они запечатывают соты с помощью воска. Наличие крышечек свидетельствует о том, что пчелы закончили работу и мед готов к сбору. Но как же выбрать продукт обычному покупателю? И какой самый вкусный? Об этом мы спросили у жителей города. Мед нужно выбирать по вязкости. Понимаете? Вот ложечку поднимаете, и как мед стекает, вот по нему нужно, понимаете, не жиденький и не прям такой густой. Вот что-то среднее – это идеальный мед. Блюд травяной такой, знаете, насыщенный вкусом. Знаю, что он бывает цветочный, гречишный. Мой дедушка делает мед, у него своя пасека. Разный мед бывает. Он такой твердый, жидкий, вкуснее. Ну, мне липовый нравится и запах, и цвет. Любой продавец, он не обманывает они, честное слово, я вам говорю. Вот у него же несколько видов, а она сама показывает. Мы ей доверяем. Я знаю, что он не особо должен засахариваться, то есть кристаллизоваться. И так он должен быть довольно прозрачный. Но главное же все-таки вкус. Каждому нравится свое, поэтому я лично цветочный очень люблю. Я опираюсь именно на советы продавца и, в принципе, не знаю на внутреннее чутье, потому что выбрать пищевые продукты, их не пробую, довольно сложно иногда. Как сахар, просто с витаминчиками. Ничего такого особенного. И там слишком такого категорически хорошего я не вижу в нем ничего. Мне нравится гречичный мед. Он очень хороший. Он такой вкусный, такой ароматный, цветами отдает. На ярмарке я покупаю всегда. Сначала спрашиваю продавца, потому что я не могу быть уверена, может быть, я ошибаюсь. Но когда продавец говорит, я соглашаюсь. Ну, тогда уж я беру. Пчеловоды говорят, перед покупкой продукт лучше всего попробовать. Язык всегда подскажет, какой мед натуральный. Также зрелый и качественный должен стекать с ложки непрерывной струйкой. Обратите внимание и на то, как капает последняя капля. Она должна возвращаться наверх и только затем капать вниз. А вот бояться кристалликов в меде не нужно. Это не сахар, а естественная структура продукта. Аллергия на мед – редкое, но встречающееся явление. Симптомы могут быть самыми разными. Кашель, насморк, спазмы в бронхах, затрудненное дыхание. Чувствуете неприятные ощущения после того, как поели мед? Вероятно, есть реакция на сладкое золото. Необходимо сразу же прополоскать рот, выпить противоаллергические препараты, любые, какие есть дома. Ну и обратиться, конечно, за медицинской помощью, потому что аллергическая реакция на мед, она все-таки бывает достаточно тяжелая. Специалисты говорят, продукт нужно употреблять в меру. Тогда настроение ничего не испортит, а жизнь будет сладкой. Ксения Баканова, Константин Головин, События.